Субтитры создавал DimaTorzok Мы с вами находимся в мастерской доктора Давида Комского. Я знаю его по крайней мере 30 лет. И сейчас мы поговорим о его пути. Чува возвращения. Куда человек возвращается? К той глубинной точке, которая в сердце его, которая является сердцевиной всей его жизни. Ты можешь мне сказать, чем отличалась твоя жизнь до того, как ты надел эту кипу? Свободный человек, доктор физико-математических наук, занимающийся психологией успешно по всей советской стране. И вдруг ты в середине жизни меняешь все. Что такое чува для тебя? Первое, что все, что я искал, и математики, и психологии, и всякие психоделические, и всякие вещи. Я искал, на самом деле, я искал то, я искал вот ту точку отсчета абсолютно, от которой могу выстроить свою жизнь. Ее не буду. И так я жил просто, я выстраивал жизнь в соответствии, своей интуицией, своими чувствами, своими мыслями и так далее. Но когда я столкнулся с двумя большими черными шляпами, это был Рэп Цури и Александр Азенштадт, и на следующий день я пришел на улицу Чайковского. Да. Улица Чайковского. Двухкомнатная квартира. И софа была на кухне. С пирожками. Да. Ну и все, за 4 часа я вдруг понял, что я изобретал велосипед всю жизнь и выстроил его. А есть, так сказать, турбореактивный самолет. Есть точка, и я посмотрел на эти книги, которые по стенам были в этих шкафах. Прекратные переплеты, такие, которые я никогда в жизни не видел. Эти все книги, которые я не могу ничего читать, ничего понять, да? Я говорю, боже мой, что-то смешное, связанное с твоей чугой, есть? Смешное. И когда я вернулся, после первого же дня, с улицы Чайковского, с пакетиком пирожков от тети Софы, мне объяснили, что есть такое понятие, кошерные, некошерные, эти вре едят, это не едят, а вот тебе кошерные пирожки. Я вернулся в гостиницу, это была конференция психологов-психиатров еврейских. Вернулся в гостиницу. Какой год это был? Это был 91-й год. Началось. Это было пороша, я помню, первая, это появлялась в субботу, была пороша лех-леха. Я вернулся, и, значит, мне там ребята говорят, слушай, там тебя ставили ужин, обед там есть, мясо, и это. Я говорю, я не буду есть, чего-нибудь там вкусно, все очень вкусно, почему ты не будешь есть? Я говорю, ну, я говорю, забыл, как это называется, такое слово, естьшее вреение, он говорит, что, что не едят? Я говорю, ну, не помню, какое-то слово такое, вот, не вреение едят, он говорит, некошер, что ли? Я говорю, ого, некошер. Он говорит, ты с ума сошел, тебя не было 4 часа, полдня тебя не было. И вдруг ты приходишь, говоришь, что ты не будешь есть, ты с ума сошел, они как, что они с тобой сделали, где, ты нормальный человек? Кто они? Религиозные! Ты не был, ты их не видел. А я, может, и говорю, нет, 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 вы не понимаете, и мы полночи спорили, я чего еще не смогу им доказать, но я о своих ощущениях рассказывал, о поисках, они ничего, ты с ума сошел, ну, на следующий день я сказал, я иду на весь день учиться на Чайковском. Он говорит, ах же, подожди секундочку, ну, хорошо, нет, завтра, когда это уже порядки, да, но мы же за тебя заплатили, ведь, да, это и так далее, это же официальное мероприятие. Я сказал, готов вернуть, дай тебе пойти еще. Кто ты искал? Искал некий абсолют, от которого мог бы начать выстраивать жизнь. Потому что я видел, что все относительно, и чувства, и мысли, и философии, и все, где есть точка отсчета, есть ли в этом, я понял, что он есть, он, это я чувствовал, да, я знал, что он существует, это был мой какой-то личностный внутренний контакт с ним. Но с чем с ним? Что-то духовное, что, нет слов описать это? То есть есть только возможность пережить этот духовный опыт, а не сказать о нем. Что ты пробовал, когда ты начал учиться? В восьмом классе я начал уже заниматься йогой подпольной, секция была, в подвале, школьном подвале, с восьмого класса, первый раз я колодал пять дней, я расслабление, как бы, а окунаться в ледяную воду я начал в, где-то, мне думали, лет 28. О, отмена собственного эго. Я, нуль, нуль. Это, да, и поэтому я даже, как опускаюсь в пробе, пульс, пульс почти не меняется. Почему? Потому что я состояние... Погружаюсь в этот мир, в этот мир, в волшебный мир, который создает каждая мировень из нуля. И, как бы, я сам тоже из воды 80%, и каждая моя моя... Все это было, как бы, на ощущениях. А то, что это написано, для меня это было... Я пошел на восемь часов. Это был, по-моему, четверг, и на завтра уже ты меня взял в Ешиву. Потом был такой интересный момент, что я попросил Цвепатуса, чтобы меня свел с Рахмоши Шапьер. С галлоном Рахмоши Шапьер. Вопрос мой был, а действительно ли непосредственно Творец, да, присутствует в родильной палате? Здесь, может быть, какие-то... Все, что угодно там может быть, да. Он непосредственно присутствует там, да, то есть Шхина, да, присутствует его, может быть, даже больше, чем у Котеля. Он мне сказал... Это даже не открыто, это прямо написано, а есть гораздо больше хиду. Кольнышаматан. Каждое мое дыхание восслабляет Тебя Творец. До другой стороны, что я дышу. Брухасим. 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 Все, все, это, 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 это... Не, подожди, объясни, что это требуется, да? А я не смогу ни кушать, ни есть. Я только буду за нее, как бы постоянно был на этом. А все, да, другое. Что ты думаешь, что ты сам дышишь. Нет. Каждое твое дыхание, это то самое дыхание в родильный, первый твой вдох в родильной палате. Это тот самый первый вдох первого человека в этом мире. Это он непосредственно, и он с тобой здесь. Это не Малах, который делает этот твой вдох. Не я сам дышу, он мною дышит. Поэтому каждое мое дыхание прославляет Творца. Если мое дыхание настолько исправлено, тонко и чувствительно, что я могу ощутить при вдохе, что это не я, это его присутствие. И только при вдохе, потому что, по сути, он говорит о вдохе, и не говорит о выдохе. Спрашивается им, если так, связь наша с нашей Божественной Душой, Нешама, и тот же корень Нешима, те же самые буквы, те же самые буквы. Душа и дыхание. Поэтому нужно сказать, не то, что душа входит в тело, то есть оживление происходит от души, но связь между Божественной Душой и телом осуществляется через дыхание. И только, только мы живем за счет того, что есть эта связь. И это есть нефешхая, которая, так сказать, оживает душа. И наши дела, и возможности, и наши способности, и наша связь с нашими особенностями, и силой нашей духовной, и любыми, нашей способности умственными, и любыми. Это там. Но связь с ними через дыхание. Если дыхание неисправлено, неправильно, во-первых, я ничего не почувствую, только я могу почувствовать Творца. Я могу чувствовать, что каждый вдох, который делает Алом, и он меня оживляет каждый вдох. Теперь, есть вопрос какой, а почему? Сделал мир так, создал мир так, что связь между моим телом и моей Божественной Душой через дыхание. Хорошо, что ты говоришь? Я, значит, есть обновление мира каждое мгновение. Каждый мгновение, тот, кто занимается физикой, знает, что когда погружается в мир элементарных частиц, в конце концов приходит, что мир базируется на элементарных этих частицах, в которых жизнь 10 в минус 27-28 степени. То есть вот нет жизни. Они исчезают, появляются неизвестно где, там что-то невероятное. Нет стабильности, нет ничего. А мы сидим на диване. Купил его, вот мне сын купил его несколько лет назад. Мы сидим на диване. Как так? Как так? То есть он фактически возобновляет всю материю с нуля. И с такими законами, с такими сдвигами, что нам кажется, что в этом мире существуют законы природы. Постоянство. 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 А где мы чувствуем вот это обновление? Каждый год происходит возобновление этого периода годичного. Каждый месяц луны возобновление периода. Каждую неделю, суббота. День, сутки, день и ночь мы чувствуем, что постоянно возвращается. А меньше, чем сутки, мы можем органами чувств схватить это обновление. Обновление мира. Более с высокой частотой, чем сутки. Только дыхание. Что говорят мудрецы, что на самом деле простой смысл. Коль нащима та лилюкаса. Каждое дыхание выслабляет Творца. Почему? Сефер Тейлин закончилась именно этой фразой. Почему? Потому что это предложение говорит о том, что нам дано возможность в этом мире схватить постоянное обновление мира из нуля с самой высокой частотой. Какой? С частотой нашего дыхания. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...